у нас брат никита сегодня 12 марта 2017 года воскресенье уезжает потеряевку нынче был снег которого не помнят за 25 лет только с крыши примерно метрового слоя два раза пришлось сбрасывать батюшка говорит там евгения то есть заваленном у нас тут больше трех метров он во дворе кидали мы и там между прудами большая траншея там воду спустить иначе все плотины прорвет для воды надо дать проток но в деревне там мало сил совсем конечно видите ходи видите чтобы тоже ходил там роман где пробить надо там но все знаете я даю вам и засчитай сейчас от века выходили я сделал наказ считаю слух с выражением наказы инструкции по прудам везде пропакать прокопать снегу траншеи любой ширины для входа и выхода воды тут понятно уже спрашиваете игорь каждый год копали они знают какой длины их эти траншеи копать ширина такая что ты только поместился в ней заранее приготовить возле каждого стока воды деревянный короба где деревянный короба находится и готовить не надо короба я поясняю где солому мешках и толкушки малого диаметра 3-4 сантиметра длинные чтобы туда где-то до чего где будет протекать вода туда с глины трамбовать солому до туда забить а дальше она несет и все замазывает и застынет и еще не чтобы иначе она прорвет вымоет все их с коробами упрет вода имеет страшную силу так дежурить на всех прудах лагерный первый космок камагориха там еще столько снегу там лавиной будет идти и пойдет через вверх и смывать будет и но ничего не сделать надо чтобы она пошла вода здесь у нас огромная короба сделаны она может идти буквально полным и может быть а когда будет убывать уже тогда скорее доски ставить доски ставить заклинивать тут написано дальше 2 храмовый пруд 3 костровый симаковский 4 южный катафенский старший исаакий 5 рыжковский северный старший устинов владимир 6 2 пункт 2 мостик 7 внутри деревни какой-то загороженная на стоит около глушкова тут самый сложный южный нужно узнать откуда будет поступать в него вода и потом перекрыть досками и глиной соломой два входа для воды там два входа бульдозером оставлены их надо доски туда ставить и трамбовать со всех сторон и задержать воду проделанные бульдозером с противоположной от плотины стороны то есть на той стороне от железной дороги которая даже до стороны надо везде есть оставленные доски для подъема воды когда вода пойдет на спад не пропустить этот момент дальше а второго мостика до первого есть лог соединяющий их куда и уходит вода со второго мостика достигну критической отметки да подойдет она пройдет через верх и сорвет вся наша работа пропадет все так трудно и много работы весной когда много снегу в этом лагу и в воде негде пройти нужно прокопать траншею в соединительном лагу любой ширины до земли можно обдумать такой вариант когда наступит зима и снег достигнет до 70 сантиметров толщины нужно будет прокопать траншею в снегу в этом лагу с вертикальными сторонами и края траншею утрамбовать потом переложить любые поперечники через метр полтора метра и затем перекрыть эту траншею досками ширина траншеи может быть полметра или меньше так это зимой или когда это делать зимой но это уже может декабря метр когда метр будет и прокопать а дальше хоть три метра будь она там короб то есть она и пойдет вода а поперечники какие Какие поперечники, как они выделены? Когда один 70 сантиметров, вот такая вот отрошейка-то, так это легко копать-то. Это не 3 метра до потолка, как сейчас-то. И тогда это перекрытие вот такой-то ширины. Тут 4 доски и хватит. У нас досок-то полно там куплено. Еще за лето купим. Да, и сверху чуть притрусить снегом, чтобы доски не были видны. Иначе там охотники бывают, сожгут. И когда к весне высота снега в лагу достигнет хотя бы и 3 метра, снег копать весной не нужно будет. Так как для воды оставлен проход. Типа как туннель оставить в воде? Ну да, не в лагу. В лагу? В лагу, да. Когда будет снег. Не весной, когда ездят, там увидят и доски сразу украдут. А именно в снегу. Неплохо, чтобы под поперечники были поставлены хотя бы самые простые черенки и столбушки, чтобы не обрушилась крыша из досок. Иначе она будет подтаивать, когда размывать-то, и тогда доски упадут, чтобы она продолжала так. Она размоет их шире и унесет все, и она будет стоять на этих... Вход под крышу из досок сделать посредине, где летом видна дорога через этот лог. То есть с двух сторон, когда досками есть, а тут сделать один шурф маленькими досками. В него прокопать надо до земли, а там, я же говорю, что ставить, веревочки. Здесь весной нужно будет проделать шурф в снегу, чтобы, подняв доски, проверить, не засыпан ли проход под крышкой снегом. Вот, а где эти доски, туда длинные 6 метров здесь. А шурф копать, вот такой вот, мы лишь друг от друга досками, коротенькими. То есть колодец. Ну, там 300 метров у нас соединяются, два... Не знаю, сколько. Ну, например, там, и надо что, везде вот это оставить, вот этот вот... Ну, досками покрыть надо будет, того стоит. Я понял. Да, не один раз. Так, что, вот... Для этого нужно быть заранее по осени протянуть по земле шнур до второго мостика и до лога первого мостика. И от этого шурфа вертикального закрепить на всех концах эти шнуры. Еще до зимы, до зимы. Положите, там у нас в мешке этих завязок-то лежит. На завязке шуток. Чтобы прямой типа сделать это, да? Ну, да. И они, чтобы оканчивались, привязаны здесь, который шурф посереди, где будет же, то есть, дорога, где идет там, у этого лога. Потом же он посереди дорога. И вот туда, туда, и с той стороны, и попробовал. Все нормально. Не полезешь же туда проверять-то, там... Шнур должен быть вдвое длиннее траншей с каждой стороны. Да. А значит, почему вдвое длиннее? Ну... Ладно. Если Южный пруд самый сложный, ввиду непонятности, откуда заполнение водой, на втором мостике предлежит самая трудоемкая работа. Все это всего лишь размышления издали. На месте могут быть и другие предложения и советы. На первом мостике нужно было осенью, когда земля еще не застыла, посередине запруды сделать углубление на 40-50 сантиметров и шириной до 5 метров. На дороге, которую дорогу он сделал, бульдозер. И сделать очень пологие въезды и выезды из этой низинки. Да. И потом привести разный щебень, битый кирпичик, кувалдой, забивать этот щебень, а может быть и осколки шифера в платину, и бока въезда-выезда пологие обложить этим же крупным щебнем, забивая его кувалдой, чтобы весной и летом вода могла проходить через платину свободно в этом углублении, не размывая платину, и был бы свободный проход людям, скотине, транспорту. То есть о чем я думал, там думал, деревья закладывать, бревна, ничего не надо. Вот что надо было сделать. Теперь я уже точно увидел. И что там, можно ли это сделать, будет весной. Да, все. Это ты возьмешь сюда, вот это отдашь батюшке. Они два варианта одинаковые, два листа. Теперь лично тебе. Ты едешь работать. Конечно, в воскресенье не работать. В субботу мы не работали, но если это будет срочно, то там где-то дежурить надо, тут уже на это не надо смотреть. Живешь ты у Вити. Я вам даю сухарей мешок, не взяли. Поэтому обходитесь. Картошка у нее есть, варенье есть. Сейчас пост идет. Масло даже там у него есть. То есть ты снабжен. Забирай что-то с простыни, наволочкой, все. Возьми с собой сейчас свой ноутбук и приготовь, когда ты сюда не приедешь. Что тебе на лето потребуется? Дополнительно отдельный там рюкзак положи. Что сюда тебе желательно не возвращаться. Там работы сейчас будет много. Прокапывать везде, надо находить, смотреть, дежурить надо тебе. Вот так вот работы будет. Большая просьба, ничего не изобретай. Я так боюсь твоего изобретательства. Оно бездумное, ненужное, необдуманное. И с бухты барахты что попало? Передвинуть местами, не на том месте, не закрыть. Ну то есть конца края нет. И оно из тебя не вышло. Тут как-то под контролем, лишний раз ты не делаешь, это время от времени делаешь. А кто сделал? Ты сделал. А почему? Не знаю. Еще лучше ты не отвечаешь. То есть, ну, с детства не заложили, а сейчас ты не стараешься это. Постарайся. Тебе уже изменения какие-то люди замечают. Рядом-то это трудно заметить. Никакой строгости по отношению к тебе я не придумываю. Тебя сильно угнетал я зимой? Нет. Нет. Ты работал как хотел, спал как хотел. Здесь ты работал, там надежды вас сильно заносил. Претензий никаких нет. Совершенно. Но у тебя есть качество, которое мне очень не нравится. Въедливость. За какое-то... Сегодня я написал конкистадор, а он посмотрел на ударение не туда, а на ов. Я говорю, это иностранное слово. Мы его никогда не знали, привыкли. И надо смотреть это стихотворение, я употребляю, то, то, другое. Он ходит одно и то же. У тебя никогда не будет ни в семье, нигде мира. Уже не надо. Я не рад, что дал тебе просчитать это стихотворение-то. Ну, у нас говорит Виктор, а они говорят Виктор. Ну, будем спорить. Старобрядцы говорят, там вакуум. А эти, пожалуйста, там вакуум. Ну, будем мы спорить. А что спорить? У них так принято, так и считают. А можно заставить, чтобы... Нельзя. Нам продают, чтобы направление понять компас. А моряк зовет компас. У них так принято. В какой-то обстановке так и меня. Я нахожусь в другой обстановке. Там люди знают только. Я говорю, как называют? А со мной сидят академики. И они говорят, конкистадоры. Я так и беру. Иностранное слово. И в нем ударение куда угодно могут поставить. По их, может быть, на последнее надо было. Когда перешло к нам, оно в русском языке звучит иначе. Мы Яков, а у них Джеймс. Ну, это же Джеймс тоже есть. Нам понятно это. И это одно и то же. Я сегодня пытаюсь идти уже в храм. Такой день для меня торжественный. А ты опять одно же. То есть, нехорошо. Знаешь, нехорошее слово есть такое. Солженицын его употребляет. Но оно есть. Ничего там матершинного нету. У запрещенных есть лозунг такой. Не верь. Не бойся, не проси. Лозунг. Не верь, что тебе говорят. И не бойся. И ничего не проси. А для запрещенных среди одно слово. Не залупайся. То есть, вовремя отступи. Зачем тебе прикапывать это? Зачем тебе это нужно? Ты понимаешь значение этого слова? Не делай этого. Не делай никогда и нигде. И я-то перенесу это. Все, я тебя живо поставлю на место. Отвечу там, знаю, что там юмором или как-то разбавлю. Чтобы этого не было. Ты обязательно будешь сталкиваться. Нехорошие отношения будут, может быть, даже с романом. Романа не трогать. Ни плоской, ни круглой земли. Просто эта тема уже избитая. Человек попал под влияние злого духа. И зачем нам это драконить его? Он уже все сказал. Он уже не рад, я говорю, что сказал. Как мы ему тут начали доказывать. Сергей Козлов прямо считает, это от сатаны, сатанизм. Самый настоящий считает, что Земля плоская. Любой ребенок знает она. Она в космосе. Луну приблизит. Солнце там на 7 тысяч километров к Земле. Ну, бред. Ну, уже переговорили. Больше не надо трогать. Не задевай. Ты меня слышишь? Я не буду даже тут записывать тебе. Ну, ты знаешь, что Габарена было не один раз. У Вити там ходит он. Узнай, где может за скотиной ходить и что дать ей. Раз ты там живешь, ты все время должен. Ты живешь на чужой квартире. Слышишь? Да. Узнавай. Дальше. На контроль возьми голубей. Поступило сегодня тревожное сообщение. У Давида было голубей много, говорит. И кто-то ночью залез, всех от доно зарезал. Растерзал. А все до одного он плакал даже. Я ему сказал. Если у меня посчитаешь, сколько позвонишь, то ему пары две можно дать. Только те, которые рядом сидят, ночью прийти, ты ходил, знаешь как, чтобы он сам пришел, когда приедет. Которые рядом сидят, это пара. Прямо рядом-рядом сидят. Белые какие. Я не выбираю. Хоть самых хороших дать. У него такая печаль. И закрывать надо, подойти перед окном. Там-то видел, как надевается. Поднял, опустил ее. Только не вырви ее. Не дергай, аккуратненько. Проверь, сколько, посчитай. Кто кормил. Пшеница должна быть в избытке в тазике. Если закрыто, чтобы обязательно был снег. Тазика 2-3. Со снегом. Вплоть до того, хоть ванну унеси туда. Если воды не будет, они пьют. А будет тепло, воды налить. Банки там стояли с водой. Не знаю, не лопнули ли они. Вот такое дело. В церковь я тебе не наказываю. Ты сам знаешь, ты не пропускаешь. Никуда не ходи. Лично по домам не ходи. Без благословения батюшки старайся ничего не делать. Как только чуть-чуть сейчас потепляет, сразу к Владимиру Александровичу Устинову, чтобы он провел электричество. Где у Володи? Столовая будет туда, где дверь стоит, как он заходит мимо нашей пищи, проходишь и дверь. К Алешу туда заходить. Он чтобы освободил к началу мая. И там будет столовая. Где он там розетки расположит, на какой стороне. Сколько розеток купить, сколько выключателей. Чтобы это все было обдумано. В каждой комнате лампочка хотя бы одна висела. Подготовить. Потому что обои будут, когда клеить, то надо, чтобы с проводкой было уже закончено. Какие провода купить может надо, чтобы он все сказал. И сказал, где-то кончик провода отрезал, показал. И с Игорем переслал. Плиты, которые... Купили сколько плит? Две? А надо-то три было. Надо найти, какая плита еще купить. Теперь мы так и не определились, какой самый хороший этот... С духовкой-то плитка-то. Это надо в два дома обязательно. Даже в три. Это три аппарата. Это надо с сестрами советоваться. А? С сестрами советоваться. С сестрами. А советовались. Она не наговорила, какие. А говорит, сейчас еще лучше есть. Я говорю, а сколько стоит? И стоит дорого. Дорого, да. Но деваться некуда. Будем покупать. Покупать. Значит, ни с кем, нигде не спорить. Это я очень прошу. Слушайте внимательно, что говорят. Без батюшки на советы старайтесь ничего не делать. Ну, такие простые вопросы. Увидите, чтобы шторки были всегда закрыты, он это знает. И дверь из-за времени заперта. Не открывайте, пока точно не узнаешь, кто стучится к вам. То, что у меня, то, что там точно так же. Встают они в одно время. К нам они почему на молитву не уходят? Ну, потому что там деньги стоят это. По интернету-то. Если у тебя меньше стоит, то я не против. Сергея брякнете, он вас примет утром. Но считать теперь утрами мне с Володей придется. С тобой мы не окончили. Но маленько поработали. Сегодня уже не успеем ничего. Завтра день такой будет. Последняя неделя поста. У батюшки там каждый день будет богослужение. Ты едешь, главное, борьба со снегом. И когда прокопать как можно быстрее, вот этот тоннель, который идет на дороге. От батюшки там вниз спускаться по дороге. Там смотреть надо. Лядь, кошка-то где лежит? Посмотри наверху. Над тобой прямо лежит. Калашиком свернулась. Как будто ждет она непогоду. Рыжая. Рыжая. Вот она. Ой. Если она к хвосту морду закручивает, говорят, что к холоду это. Может быть, правда. Так, у тебя что хотел бы сказать на расставание? Ты через час-два уже выезжаешь. Да. Оставайтесь с миром здесь. Благословен. Ну, слава Богу. Вас Господь на это чтение. Это заложи, батюшке два листа отдашь. Не, не смять. Я старался. Показываю, что конкретное предложение. Может быть, что-то еще лучше будет. Три метра копать. Я говорю, а как же те люди делали, которые жили в Потеряевке? Не знаем мы. Поэтому нам с нуля. Я считаю, что зимы были снежные. И они что-то там делали в виде этих коробов. Столько копать это. Ну, нынче мы промахнулись. Надо делать. Если ничего нету, то все. Все. Ты кому-нибудь не должен. Взаймы ни у кого не брал деньги? Нет. Вещи. Взаймы. Не помню такое. Не помнишь? На нас не повесили твой. Я не люблю долгов. Я никогда никому не был должен. У меня была стипендия какая. 26 рублей. 6 рублей за квартиру. А на 20 я должен был жить. Жить месяц. И не хватает, где я бегу на вокзал. Кому-то чемоданы поднести хоть где-то что-то. Кому-то пилить. Кому-то снег с крыши сбрасывал. То есть всякая работа. Ты там работай. Помогать вроде отдельно никто не живет такой. Наши дома у скворечника все откопать надо будет. Откапать много надо будет. Свободное время будет. Но откапывать надо кельи, чтобы они не размокли. Мобилизовать всех. Это уже батюшка знает. Лагерные постройки. Все это принадлежит деревне теперь. Когда нам что нужно будет, мы будем у них спрашивать. Они, наши сооружения, все поданы им в подарок. 19 июля 2016 года. Вот такое. Ну все тогда. Слава Иисусу Христу. И у меня к тебе ничего нет. Еще хотел, я тебе все сказал. Мы жили неплохо эту зиму. Во славу Божию.